Свет, гремет, тишина в студии. Примерно так начинается работа в школьной телестудии. Внимание, минутная готовность. Камера, мотор. Сцена первая, дубль первый. Здравствуйте, в эфире обзорный выпуск «Моя столичная школа». В студии Еццвета Яршева. Московский педагогический государственный университет объявил конкурс для медиаклассов. Наши корреспонденты подготовили материал о школе 14-20, как о мире больших возможностей и перспектив. Выбор профессии – это один из самых важных шагов, которые делает каждый молодой человек. Этот выбор строится из трех компонентов – интересов и возможностей человека, спроса на профессию и запросов в общество. Одной из основных целей школы 14-20 является профориентация детей. В этом году наша школа является участником таких городских проектов, как инженерный класс в московской школе, медицинский класс в московской школе, кадетский класс в московской школе. И в текущем году мы стали участниками проекта «Медиакласс в московской школе». Физика в переводе с греческого – «природа». Давайте заглянем к нашим будущим инженерам и узнаем, как ученики 11-го класса изучают эту новую трубу. Наши классы занимаются, изучают физику на углубленном профильном уровне. Такое соединение называется последовательный соединительный проводок. В дальнейшем я планирую поступить в Балманский университет, и чтобы стать физиком-ядерщиком. Хочу поступить в какой-нибудь престижный вуз, который обеспечит меня хорошей работой. Я собираюсь стать художником, либо художником-мультипликатором, либо художником-люстатором. И художнику, на самом деле, надо очень хорошо знать физику. За время пандемии профессия врач стала одной из наиболее востребованных. За этой дверью находятся будущие медики. Давайте же узнаем, чем занимаются ребята. По вашему мнению, врач – это профессия или призвание? Ну, врач – однозначно профессия, поскольку мы все-таки получаем образование высшее медицинское, и называемся профессия врач. Квалификация лечебное дело – профессия врач. Но я убеждена абсолютно точно, что без призвания в этой профессии делать абсолютно нечего. Кем ты хочешь стать в будущем, и как занятия медициной в медклассе тебе в этом помогут? Я хочу стать врачом-косметологом, потому что дерматологические заболевания являются одними из самых распространенных среди современного общества. Я бы хотела быть либо педиатром, либо терапевтом, и помогать людям бороться с их заболеваниями, потому что очень часто такие простые заболевания, как ОРВИ, простудок. Есть у тебя свои разработки, и расскажи о них подробнее. Мы вместе с моим одноклассником Леонидом готовили модель для нашей игры в жанре Road Life, и выступали на проекте с ней, и победили. В 21 веке возможность заниматься робототехникой появилась не только у ученых, но и у школьников. Робототехника изучает создание роботов с помощью специальных конструкторов и включает в себя два направления – конструирование и программирование. Задача педагога – ознакомить ребенка с основными механиками и развивать его навыки. А с какой целью вы уходите на этот кружок? Моя цель – стать хорошим программистом и улучшить навыки инженера. И создать 3D-принтер, который может создавать еду. До обеда плановые занятия, после обеда, соответственно, кадет-дополнительные занятия по различным предметам, таким как тир, военная история, научная и исследовательская деятельность. Расскажи, тяжело ли вообще учиться в кадетском классе? Я считаю, что не совсем, потому что это одновременно весело, но и кадетские обязанности довольно сложные. В будущем я планирую связать свою жизнь с армией. После окончания школы планирую поступить в военное училище. А с вами были Елизавета Ярышева, Алена Савочкина, Рамазан Рахманов, Варвара Зботнева, Мария Маркова, Сати Меликяна. И мы представляем проект «Медиакласс» в московской школе. Продолжение следует...